На, Володя, иди на. Может приехали в музей посмотреть? Ну да. На, снимай. Непонятные цели. Знаем, как нам к речке подъехать. Как подъехать к речке нам. К речке к вам подъехать. Что-то мы там поехали, побоялись, засядем. Ничего, здесь вы сейчас пройдете. Проедем? Ну, делать даже нечего. Вот здесь вот. Лучше всего вас здесь вот пройти. Где вот? Здесь нету высокой травы. Прямо вот подъезжайте. Вот как идете, это поля на крайне. А там вы видите, дорожка поворачивает. А, спасибо большое. А у вас туристов нету? Нет. Ну, пожалуйста. А с кем? Кто там сидит? Ну, малюю. Ну, водитель наш. Роберт. А? Роберт. Передумал. Передумал. А что это? Машину. Сказал, что не доделал. Машина никуда не денется. А эти минуты счастья ты продлил. Да не говори. Все. Понимаете, что надо? А мы сейчас едем, смеемся. Мы на кладбище заезжали, убирались. Говорим, Роберт, поди на берегу сидит. А не ждет. А что? Может быть, действительно поражает. Сидит и ждет. Ну, там нету дороги. А мы вот тут. Ну, сейчас самая пора. Никак ничего не взялось. Пора, пора. Ну, ну что, он был здесь? Нет, он подъехал еще раз в войну. Мы к нему эксурсию сделали. Да? Да. Поехали на газели. На машине такая-то. И приехали туда табор со своими кружками и ложками. Он на бомрок не упал. На то время, кучу привезли. Посмотрел, как на пасеке. Но как раз дождик пошел. Но он радушит, принял. Он молодец. Он рад-то как был. Светет прямо. И Галя такила не вот тут. Ну, молодец. Он хороший, Генка. Очень даже. Он же наш. Он все вспоминает, как я его качал. Качели маленького. Слышали, наверное? Ну, он рассказывал. Так они с моей мамой, его мама моя, пасечник, одновременно работают. Ну, ну, они же работают вместе. Жаловатся, как нынче. Лето-то какое. Да. Взятки нет еще. Вот поэтому мы приехали поздно. Я ему позвонила в конце мая. Он сказал, Люд, я не знаю когда. Я говорю, Ген, ну как качнешь, так же. Хоть немножко, говорю, немножко. Он говорит, обязательно позвоню. Ну и вот. Ну, я позвонил, он говорит, Люд, качнул и оставил вам. Приезжайте, а тут дождина. Приезжайте, мне рекламу не сказать, дайте. Мы отца-то хотели приехать, но у нас... Поняли, нет? Ну, 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 да, реклама. Ты дайте выставил. Так у него, как раз, от Санкт-Петербурга звонишь за медом. Алтайский мед славится даже в Грузии мы были. Да, 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 да. Ну, у меня дочь ездила в командировку в Сочи и в Ростов-на-Дону. Ну, возила туда, они слезно попросили. Привезите, она возила. А вы знаете, в Алтае, самое, оказалось, вот сейчас итог подвели, самое большое число сущных людей. Ожирение, что да, другие меньше, Москва там на пятом месте, а на первом месте Алтайский край. А с чего тут, интересно, прет? А, хорошим. Едим по Симею. Ну, однако, вот у нас, посмотрите, какие ребята. Ну, у вас-то понятно. Так у вас парни-то поджаристые, не топ, не полный, нет. Нормальные, самые в работе. А потому что лишнего ничего нет. Ну, ясное дело, конечно. Мы вот сегодня ночью только гостей проводили сколько, 4-6 человек были. С Украины. Наши? Наши люди приезжали, православные. Мы еще в Малинный год, Малины. На кладбище-то были там. Ну, миллион, полным-полно. Убрали там. Ну, идите, а то Господь дождает. Ну, ладно, давайте. Ну, давай, с Богом. Бог помощь. Это какие-то по-серяевски бывшие. Ты больше, ты не знаешь. А я нет. Ну, ладно. Посмотри, как нас работают. Какие резервы. Давай, в карман меня положи. Подойди в карман, загляни прямо. Вот сюда я его без коробок ношу. Во. Вот это сильнейший. Давай. Отключай. Сейчас отедут. О, ладно. . Субтитры сделал DimaTorzok